Если люди не будут принимать активного участия в протестах, то, конечно, будет построено все. Ну а так, возможно, возникнет такая ситуация, как в Шиесе. Люди будут бороться, их будут пинать, их будут гнать, их будут садить. С плакатами в руках и с целью не свергнуть власть, а спасти оставшиеся зеленые зоны города. Скверно Сахарова люди отстояли. Татьяна Труфанова первая, кто выступила народным адвокатом зеленой зоны, говорит, когда узнала благую весть, расплакалась. Расплакалась я сейчас, вы об этом напомнили, у меня снова все подошло к горлу. Ну потому что это предприятие было практически на 100% безнадежным. Не знаю, к чему это приведет, но по крайней мере я высказалась. Но победу общественники пока не празднуют. Здесь, говорят, победили не они, а здравый смысл. Ведь по генплану скверно-сахарная рекреационная зона, а следовательно неприкосновенная. Но инвестор строит отель в Барнауле не отказался, а сейчас будет рассматривать другие варианты под застройку. А люди уже боятся, что новое место – это очередной сквер. Ведь многие зеленые зоны у нас не защищены законом, а следовательно их можно безнаказанно вырубать. У нас большинство территорий, которые мы называем скверами, формально скверами теми же самыми не являются. То есть это территория, которая является частью дороги, только благоустроенная. У нас имеют границы четкие и статус в основном парки. Например, сквер рядом, напротив классического вуза на Деметрово. Эта зеленая зона принадлежит университету. И планов у вуза на этом месте построят еще один университетский корпус. Общественники и архитекторы просят спасти эту землю и официально присвоят ей статус сквера. А строить новые объекты предлагают в других местах. Архитекторы и общественники предлагают строить новые объекты, в том числе Рейдисон, за театром мускомедии. Это тоже центр, то, что и хочет инвестор. Правда, для этого придется снести частный сектор, а это вряд ли обрадует владельцев домов. Напротив Гулливера. Там вот пустырь небольшой, так сейчас коробочка стоит. Это зона под жилую застройку. Но теоретически там формируется уже такой фасад, как бы фронт общественных зданий, что в принципе тот же Рейдисон мог бы себе позволить. Челюскинцев, да, наверное? Можно посмотреть Челюскинцев. А это выгодно инвестору? Можно же сносить дома, договариваться с людьми как-то. Я бы здесь задавался все-таки вопросом, что выгодно городу. Архитекторы также обращают внимание на проблему парковых зон, а не только скверов. Тот же Целинников, от которого незаметно откусывают часть территории в угоду новостройкам. Прямо сейчас там идут какие-то непонятные работы. Неравнодушные не хотят всякий раз митинговать, отстаивая зеленые зоны. Но, видимо, будут, так как отдавать зеленые легкие города считают кощунством. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком.